Что происходит? Мы идем к Лиману, правильно? К Лиману, да, к Лиману, к Лиману. Там злые языки, злые языки утверждают с российской стороны. Мы ничего не говорим. Мы только признали сегодня, наше командование признало предкаду, по-моему. Так. Видите? Да, да. И там еще парочку населенных пунктов, я не очень их помню, поэтому буду осторожным. Но злые языки со стороны врага говорят, что Канди-Ямбль, видите, это чуть-чуть юго-короче вниз и направо. А Лиману, видим, видим. Лимана, да, да, да. Там Ямбль, юго-восточный. Вот там говорят уже, с точки зрения врагов, вовсю безобразничают какие-то войска, которые почему-то стреляют по этим нашим врагам. Не знаю, даже наши они или еще какие-то, но вот такая беда. Таким образом, что похоже, что Лиман, он как бы уже не очень уже там, не совсем уже вот как бы самостоятельный, а очень даже где-то похоже начинает быть на оперативное окружение этой группировки. А ежели, это опять же подчеркиваю со слов российских телеграм-каналов, блогеров, экспертов, военных респондентов, а ежели мы его там захлопнем, то разгром может получиться такой красивый, не меньше Харьевского предыдущего. А если со скачком вперед, так вообще на ура. А направление на Сватово это тоже примыкает к той же теме? Ну, говорят, опять же, говорят, выше идем вдоль водохранилища, наверх Купинск узловой наши взяли. Сегодня тоже, кстати, доложили. И мы видим, куда высовывается язык, правильно? Да. То есть там вырисовывается красивая комбинация, которой не надо быть супервоенным. И от великих тайн мы не сдаем, сразу бы понятно, чем грозит это Сватово. Язычок, который вытягивается от Купинска вдоль дороги, вдоль трассы. И вот это вот снос этого укрепрайона, который они затеяли всю эту оборону в районе Лимана, только для того, чтобы успеть в районе Сватово организовать вторую линию. То есть отдали на съедение, чтобы мы там подзавязли. Они успели создать вторую линию. В чем-то это замысел, кстати, удался с их стороны. Но в целом перспективы у них там очень печальные. Ну, вот смотри, давай пока не отходя далеко. Давай так говорить. И появляются сообщения о том, что якобы, ничем не подтвержденные существенным какие-то видео, какие-то свидетельства, что якобы уже первые мобилизованные появились на линии фронта именно в районе Купинска, в других местах. Как ты думаешь? Я не говорю, знаешь ты или нет. Правда это или нет? Я думаю, что появились. Я думаю, что уже появились. То есть ты считаешь, что реально они взяли и за пять дней прошедших появились уже тех, кого забылили? Вот уже там боец попал на пятые сутки. Но я видел это видео. Ты считаешь, оно реальное? Значит, они... Смотри, чтобы мы понимали, наши зрители понимали. На третьи сутки после начала мобилизации Порядка свыше десяти тысяч до двадцати было уже на наших границах. Мгновенно. А это разведка знает это? Это средние разведки? Ну, конечно. Я не знаю, что знает разведка. Ты не знаешь. Да, но как бы... Не, ну десять тысяч это же явно как... Слые языки болтают, что вот как бы да, что вот так. Они уже пополнили россыпью вот эти части и подразделения, которые обороняют за под Сватово-Лиманом. И под Купинском закинули уже сразу сходу. Как маршевые роты во время Второй мировой. Ничего, никакой подготовки не в форму одели, запихнули вперед. Как бы да, и часть из них уже погибла, а часть уже часть в плену. Часть в России. Да, все очень быстро. Предыдущий рекорд составлял пять суток от добровольного контракта в Центральной России. Слушай, ну доброволец это одно. А мобилизованный, он по принуждению, его все-таки надо как-то изобразить подготовку, что-то такое. Нефиг изображает, нафиг какая подготовка. Вперед все на мины. Как бы да, никто ничего. Их очень быстро завезут всех. И уже завезли части. И очень быстро завезут сюда на восполнение понятий, первых подразделений, которые сражаются. Быстрое пополнение. Потому что это самый разумный ход вещей. Ну с точки зрения военной логики. А с точки зрения судьбы этих людей самый печальный. Потому что когда сохранят кадровое ядро в батальоне, например, в том числе 100% погибло. Допихать его мобилизованными, кадровое ядро там умеет воевать, имеет опыт, знает местность. Есть какие-то шансы, что они будут воевать более эффективно. Но как бы судьба их печальная, потому что им не готовятся вообще. Ну вот смотри, они ехали с телефонами, мы это видели. Ты считаешь, их отняли у них все телефоны при пресечении границ или при нахождении? Потому что, ну, во-первых, они же пеньки, собакам ссать, как у нас говорят. Они же, так сказать, будут сдавать через эти телефоны позиции. Их можно обстрелить, координаты. Ну, понятно, как это все. Треангуляции все необходимы. Я не знаю, забрали ли у них телефоны. Я знаю, что было распоряжение забрать телефоны. А сумели ли они его осуществить в этом бардаке? Это большой вопрос. Не знаю. Ну, там прям каждого бойца я не проверял. Ну, хорошо. А если у них остались переговоры с родственниками? Ой, Маня, я тут вот, Дуся, я тут это. Уже вот у украинцев я здесь. То есть, перехваты какие-то, это можно судить об этом? Или рано, рано, рано? Конечно, да, да. Можно судить. Как бы мы еще не ловили такие. Хотя, может, уже ловили, я еще не знаю. Но даже переговоры кадровых доставляют, я скажу. Очень сильно. То есть, они говорят, что вот к нам привезли вот этот шлак? Или что? Нет, они и так не говорят. Они говорят, ну, если нам привезут, это же как бы еще хуже. Это нас кинут. Этих оставят охранять, а нас наступление кинут. Вот у нас это тоже живых нет, когда никого. Или еще вместе с этими пойдем наступление. Они боятся, что их заставят воевать. Потому что они говорят, у нас полк был 2000 человек, осталось 50 живых. Там конкретный чувак говорит, сегодня боец ГУР опубликовал. Да, он говорит, что у нас было 2000 на Херсонском направлении, сейчас 50. Как бы она ему говорит, сейчас новые приедут, куча новых. Он говорит, ну, все, я понял. Тогда, дорогая, ты меня, скорее всего, не увидишь. Говорю, с такими этими самыми раскладами. Она говорит, я пойду в церковь. Он говорит, я буду молиться Богу, чтобы быть раненым. Чтобы хотя бы в виде раненого убезлить. Так, ну, хорошо, мы сейчас еще об этом поговорим. Давай двигаемся дальше. Что у них происходит на Бахмуте? На Бахмуте. На Бахмуте они пытаются атаковать. Идут атакующие штурмовые действия. На одном из участков мы их откинули. Там не буду говорить, где. Потому что не говорит Генеральный штаб. Отодвинули. Но, в целом, они продолжают двигаться настойчиво. За счет локального артиллерийского преимущества. Пытаясь реализовать ту же схему, которая была в отношении не реализована в отношении Лисичанской и Северо-Донецкой когда-то в свое время. Но надо понимать, мы там размах 30 километров, как бы, да. В 1390 этот самый. И мы их уже откинули в одном месте. И докидаем дальше. Погодите. Там чуть-чуть осталось этим героическим силам, наступающим на Бахмут. Хорошо. Значит, дальше там опять же спорадические попытки. Все, что ежнее, грубо говоря, горловка Маренко. Спорадические попытки куда-то там двигаться. Обстрелы артиллерийские, удары авиации. То же самое Запорожское. Там вообще никто не движется, только удары авиации артиллерии. Херсонское, ну, там, назовем это так, вооруженные силы Украины реализуют огневое превосходство противников на Херсонском плацдарме. То есть, мы их там мочим авиацией, артиллерии дальнобойной их и марсами. По-прежнему ослабляя группировку к решительному моменту, когда она посыпется. Посыпется. Там есть, безусловно, наземные тактические действия, но, во-первых, там, генштаб ничего по ним не сказал, поэтому я не говорю. Во-вторых, они не носят судьбоносного характера, которое следовало бы прям подчеркивать. Вот здесь мы там взяли, пробежали, победили. Такого нет. Идет огневое поражение. Уничтожили баржу с тремя панцирями, кстати, которая перевозила, вроде как, доложила наше командование. Это очень ценная добыча. А они на баржах сейчас перевозят? На баржах, да, перевозят, да. На баржи ставят, везут, и вот туда прилетело как раз. Вот. Ну, как-то так. Так. Вот смотри. Вопрос заключается в следующем. Насколько вообще говоря, ну, на твой взгляд, мы же не просим какие-то инсайдеры сказать, ну, вот, допустим, привезут этих мобилизованных. Насколько, например, сейчас конкретно о юге эту ситуацию может спасти? Я почему этот вопрос задаю? Потому что мостов от мобилизованных не появится. То есть, грубо говоря, Антоновский мост или Каховскую дамбу уже в степени, которая необходима для того, чтобы иметь нормальное сообщение между правым берегом и левым, где находятся остальные силы, и этих мостов не появится. Ну, как бы ни с чего возникнуть. Что даст вот это пополнение там к тем имевшимся 30 БТГ, которые там были? Не знаю, сколько их сейчас. Поправь меня, скажи, сколько. Допустим, они добавят, ну, еще 10 или 20 БТГ. Что это реально может поменять? Они что, в наступление на Николаев могут пойти? Я почему задаю этот вопрос? Все говорят, ну, все. Ну, раз мобилизация, море вот этого народа, и все, давай, Вася, и все, вперед. Что это меняет моментально все. Есть такая позиция, некоторые этого боятся, кто-то этого жаждет, но мы пытаемся понять. Позиция должна быть на чем-то основана. Ну, а эти добрые люди, которые с этой позиции выступают, рассказывают, как там окажутся эти 10-20 БТГ. Вот я об этом. И чем они будут снабжаться? Мне, как это, отнюдь не ясно, непонятно, какая сила такая может их перенести на ту сторону, и еще снабдить так, чтобы они пошли в какой-то там наступление. Ну, на баржах там, я не знаю, перевезут. Ну, на баржах, ну, сколько ты перевезешь? На баржах до подстрела. Понятия не имею, ты скажешь. Вся эта арма, включая Днепр, она вся под нашим огневым контролем. Это не значит, что мы попадаем в каждую баржу, но это значит, что мы их провеживаем регулярно, с завидной точностью. Причем груженые провеживаем обычно. Когда на них что-то еще взрывается, горит и тонет. Поэтому мосты тоже регулярно обрабатываются, чтобы мне было... Это вот вчера обрабатывали Антоновский в очередной раз. Я, честно говоря, в этот апокалипсис не верю. Какие-то там перекинутые подразделения, но если они вдруг умудрятся их перекинуть, даже, то никуда не девается проблема снабжения. То есть, они сейчас там нуждаются, условно говоря, в четырех тоннах, четырех тысячах тонн груза ежедневно. Перекидывают тысячу двести, тысячу триста. То есть, группировка уже почти три недели живет в состоянии, когда две-три недели живет в состоянии, когда две с половиной где-то. Когда у них очень большие проблемы со снабжением. Хорошо, они перекинули туда вплавь, как угодно перекинули еще десять. То есть, проблемы со снабжением стали на треть хуже еще. То есть, без решения проблемы снабжения некого... Тут там не то, что новых перекидывать, там старых не удержишь. А как они ее собираются решить? Нужно не изобрели другие способы переправляться через речку. Правильно. Кроме тех, которые они уже во все используют. Ну, они используют, а мы... А мы... Ослабляем. Ослабляем. Ну, то есть, получается, что конкретно вот здесь, на правом берегу, без решения вопроса с... логистикой, да, с снабжением сама по себе количественной истории ничего не дает. То есть, ты можешь хоть миллион обрати в зону, что ты будешь делать? А ухудшает. Они... Они уже... Мы уже имели этот опыт. Когда они большим количеством заперлись под Киев, и это количество их и погубило. Потому что в лесах, на этих узких дорожках, там, да, с перебитыми мостами, они застряли, снабжение было сорвано, прервано, и на этом конец. Вместе с провозились, и искалеченные, измочаленные, расстрелянные ушли. Вот и все. Численным преимуществом тоже нужно уметь пользоваться. Это очень непростая вещь. Численное преимущество. Только так кажется, если у тебя фигур больше, чем у противника, гарантированно выиграешь. Но в шахматах фигурки требуют только внимания. И многие путаются, многим не хватает внимания. А в жизни они еще кушать хотят, бензином заправляться и всякое такое. Стволы чистить, зимние ТО проводить и прочее, прочее. Поэтому это не маркнул. Не, ну мы отвечаем на вопросы, потому что их задают и анализируем ситуацию, даем понять. Ну, как? Этот самый, это же наша святая обязанность. Честно отвечаем. Но я же, как бы, честно отвечаю, все равно сохраняю свое отношение к этим измышлениям. Правильно? Я же не обязан его скрывать. Как бы, да, это мне очень странная история, кажется. Такие прогнозы. Окей. С этим мы разобрались. 440 тысяч нас смотрят и больше 100 тысяч поставили лайки. Мы уже в эфире-то почти 16 минут, но, в общем, ждем, что те, кто к нам еще придут в эфир, они узнают об этом только если вы прямо сейчас разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Те, кто нас смотрит, россияне, мы очень заинтересованы, чтобы теперь, вот когда война пришла в каждый дом, что называется, как бы это избитый не звучало, вы все-таки отвалите от телевизора и привалите к компьютеру и, наконец, начнете смотреть настоящую информацию, а не то, что вам в мозг срут прямо с экранов, ваших голубых экранов российского телевидения. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Ристовича, размещайте эти ссылки, если уж не в своих соцсетях, то хотя бы передавайте вот этим мобилизованным прямо в мессенджеры, пусть они смотрят и, в общем, лучше будут информированы относительно собственной будущей судьбы, так что не забывайте этого делать. Вот смотри, с этим мы поговорили, разобрались. Теперь относительно заявлений, которые, да, вот про мобилизацию. Вот сейчас мы покажем карту формирования региональных батальонов в РФ. Да, то есть, ну, это такая карта, что тут только нет, какие-то Тигр на Дальнем Востоке, Баатур, но это видно туда, Якутия туда, да? Сурсор, Горф, Амурский, Засурский, ну, давай, ты все нам объясни. Замысел очень простой. Хотят создать 62 подразделения по всей территории страны. Что такое батальоны? Это БДГ или что? Батальоны там, да, и так далее. Уровня батальон. Но, смотрите, что получается. Четыре из них артиллерийских дивизионов, два танковых батальона, два батальона связи, два батальона обеспечения, одна мотострелковая бригада собирается, один саперный батальон, один ремонтный батальон, один медицинский батальон, одна снайперская рота, и 45 мотострелковых батальонов рота. Что в результате получается? Армейский корпус. Отдельный. То есть, когда они не смогли создать на уровне четырех округов по армейскому корпусу, кроме третьего, должны были создать по одному в каждом, напоминаю, такое было распоряжение директива ГШ вооруженной силы в апреле, в среднем апреле, не сумели выполнить задачу только на четвертую часть, создали один. А это второй способ, вернее, изобретенный вновь способ всех замазать и создать отдельный корпус второй к третьему. Я не знаю, как он будет называться, национальный корпус, второй корпус, какой-то там еще. И Москва, заметьте, не создала свое подразделение. Это, получается, собирают добровольцев, эти же батальоны, это не мобилизированные, имеющие опыт военной службы, нет какие-то военные специальности. И в случае возникновения взрывоопасной ситуации в самой России этот регион не сможет воспользоваться подразделением. Сразу была такая задумка. Например, защита своих интересов в гипотетической внутренних конфликтов внутри Российской Федерации, потому что подразделение не является самодостаточным практически и может быть собрано до кучи только в рамках этого корпуса. Вот такой замысел был реализован. Реализуется все еще. Интересно. Ну хорошо, вот смотри, тогда... Прикрытая частичная мобилизация. Так, так. Так погоди, вот сейчас, объявив мобилизацию по факту, она никакая не частичная, грибут всех подряд. Абсолютно. Уже с разных мест приходит информация. Они допихают туда мобилизованных просто россыпью и типа в приказном порядке вперед. Потому что добровольцы не очень набирались, да. Единственное, что может быть со снабжением будет лучше, если регионы действительно возьмут на себя труд их снабжать, в чем я очень сильно сомневаюсь. Знаменитое видео сегодня мы видели. Забираете уже прокладки и тампексы, чтобы стыкать себе раны. У нас это уже появились соответствующие мемы у нашей нации, конечно. Что люблю украинцев, среди прочих, нас, своих. в том числе за мемность. То есть у нас мемы впрок придумываются еще до того, как это все объявили. Да, да, я видел, видел, патроники и тампончики. Не, но я не знаю, если действительно тампонами они расширяющимися в рану засовывают, чтобы они прижимали стенки, но это как-то... Не, ну хорошо, если теперь это все, что есть в российской армии, тампоны. Буквально два слова. Средняя продолжительность эвакуации, те, кому повезло и кого вообще эвакуировали, с поля боя на стол хирурга в российской армии в этом конфликте 16 часов. Все, кто воевал, знают, если тяжело раненому не оказать помощь в течение 45 минут, он стабилизировать его гарантировал, иначе оказывает, он умрет. Если среднего не стабилизировать, он превратится в тяжелого через 40 минут, как бы, да, и что? А дальше еще 40, и привет. И легкие, легкие тоже бывают разные, но если их правильно не стабилизировать, он имеет шансы превратиться в среднего. А дальше все как по накатанным. Это все в течение там 40 минут, часа, полутора, двух происходит. Максимум трех, если легких брать, четырех. Тебе представляете, что такое 16 часов? Заметьте, это когда воевала кадровая армия, кадровая, со всеми подразделениями медицинскими, которые были дополнительно развернуты и так далее для этой войны. Вы представьте, товарищи мобилизованные, что будет с вами? На кадровых не хватает медучреждений. Эвакуация, длиннючая, кровавая, заканчивается трупами. Большинство ваших солдат, погибших, не собирают эти царования, так и остаются в полях. Но вы не можете надеяться ни на какое медицинское обеспечение. Эта теория, как и странно, говорила вам правильные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok